Всем салют! Сегодня первый выпуск Abzorius News. Несмотря на всякого рода потрясения в глобальной политике, я буду стараться делать выпуски о новинках мира персонального аудио и IT-технологий. Меня зовут Александр Покшиванов, вы на канале Abzorius. Лайк, подписка, комментарий, а мы начинаем. Главная новость недели. Японцы готовят к выпуску флагманские наушники Sony WH-1000XM5. Судя по картинкам в интернете, наушники заметно отличаются от своих предыдущих моделей. На данный момент речь идет о двух цветах – темно-сером и светло-бежевом. Обещают до 40 часов автономной работы с активным шумоподавлением. Sony 4-го поколения работали до 30 часов. Для полной зарядки потребуется 3,5 часа времени. Как и подобает флагману в 2022 году, предусмотрен Bluetooth 5.2 и порт USB Type-C. Я в ближайшее время постараюсь сделать полноценный обзор наушников. Илон Маск в поиске создателей умных часов и смартфонов для своей компании. Об этом самый богатый человек на планете сообщил в своей собственной социальной сети Twitter. Если у вас есть опыт проектирования умных часов или смартфонов, ваши умения могут пригодиться компании Neuralink для создания новинок. Компания, кстати, успешно провела эксперимент по вживлению чипов мозг свиньи. Буквально в прошлом году они успешно имплантировали чип мозг 9-летней обезьяне. Какой отсюда следует вывод? Если у вас есть мозг и он вам больше не нужен, отправляйте резюме Илону Маску. Румынский производитель наушников Meze Audio пополнил свой ассортимент новинкой под названием AdWord. Над дизайном по классике работал ведущий разработчик и основатель компании Antonio Meze. Это внутриканальная модель с крупными динамическими драйверами 10,2 мм. Производитель позиционирует наушники не только как источник звука, но и как талисман оберег. Наушники с корпусом из нержавеющей стали комплектуются плетеным посеребренным кабелем с MMCX-коннекторами и джеком 3,5 мм. Не знаю, как у вас, а в Европе стоить они будут всего 700 евро. Первые в мире умные часы для дайвинга Huawei Watch GT 3 Pro. Часы способны погружаться на глубину до 30 метров. Если говорить понятным языком, они получили официальную сертификацию для дайвинга. Раньше большинство умных часов выдерживали погружение на глубину до 1 метра длительностью 30 минут. Сэмпл от Huawei прошел около 200 тестов на водонепроницаемость. Одна версия часов представлена корпусом из титана, вторая с керамическим корпусом. Если среди вас есть дайверы, обратите внимание на эти часы. Похоже, мы стали забывать, что такое ковид, и вот опять. На территории главного предприятия по сборке айфонов были выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета South China Morning Post. За этим последовала цепная реакция, и сразу в нескольких провинциях на востоке Китая приостановили производство айфонов по тем самым причинам – карантинные ограничения из-за так называемого COVID-19. Это уже не первый новый случай среди сотрудников компании в Китае. Чем это чревато? Повышение ценников или ограничение объемов производства? Своё мнение пишите в комментариях. Я вонгую проблемы с поставками. В сети появились первые фотографии смарт-часов Google Pixel Watch. Сами часы еще не анонсированы, а наши инсайдеры уже кое-что сообщили. Часы круглой формы с силиконовым ремешком с креплением шириной 20 мм. Часы получат стандартный набор функций отслеживания показателей активности и здоровья. Обещают автономность в зависимости от активности использования от 1 до 2 дней. Релиз часов намечен на май месяц. Ждать осталось совсем недолго. Немецкий производитель аудиотехнологии презентовал беспроводные наушники Sennheiser Sport True Wireless. Новинка представляет собой ТВС-наушники, полностью адаптированные для занятий спортом. Вакуумная удобная конструкция с защитой от пота, влаги и пыли по стандарту IP54. Инженеры заявляют автономную работу наушников до 9 часов и до 27 часов вместе с зарядом чехла. Bluetooth 5.2, 7-мм драйверы. Набор самых основных аудиокодеков AAC, SBC и аудиофильский APTX. Немцы обещают высокое качество звука. Это я постараюсь проверить в перспективе. Ориентировочная цена на рынке – 130 долларов. Это были все новости на сегодня. Пишите свое мнение о новинках в комментариях. Я буду стараться делать обзор iOS News каждую неделю. Увидимся в новых видео.